Мы на уровне Федерации профсоюзов приняли решение доверить это до всех наших первичных организаций о стимулировании, как бы это ни казалось, может быть, неправильным, о стимулировании работников, которые сегодня вакцинируются. Это может быть и некая материальная помощь, это может быть поощрение в виде им в первоочередное, там, те же бассейны, да, условно, там, какие-то залы тренажерные. Это один день за счет нанимателя после вакцинации, чтобы человек пришел в себя оплачиваемый. Различные методы делаем. Когда была более-менее ситуация эпидемиологическая лучше, скажем, в летний период, мы даже делали экскурсионные программы для тех членов профсоюза, которые привились, чтобы показать важность. Но, к сожалению, мы это делаем методами некого поощрения. Хотя, на мой взгляд, каждый здравомосящий человек должен понимать о том, что это, в первую очередь, должен забыть о своем здоровье и идти делать вакцину. По поводу стимулирования. Я вам скажу, что у нас есть в городе Минске предприятие, которое платит и большую сумму, не только 300 рублей, за тех, кто провакцинировался. И это, к сожалению, там не стало неким спусковым крючком, что все пошли 100% вакцинироваться. Что касается принуждать. Я думаю, глава государства много раз повторял, и сегодня об этом говорил, что никакого принуждения быть не должно. Но здесь, мы говорим, каждый человек хозяин своей судьбы. Опять же, есть такое, в моем мнении, есть предприятия, жизнеобеспечивающие город, например, где вакцинация. Каждый человек, работающий на этих предприятиях жизнеобеспечения, должен понимать, что сегодня, выходя из строя, он, либо его подразделение может вывести из строя город. Там, скажем, газоснабжающие предприятия, водоканалы и так далее. Поэтому принуждать никто не будет. Стимулирование. Понимаете, мы уже и уговариваем, и стимулируем. И что только не делаем. Но здесь, наверное, не хотел бы так. Человек, наверное, прочувствует тогда, когда вот он... Его коснется. Его коснется непосредственно. Или близких. Его коснется его родных и близких. Есть такие видеоролики, где об этом говорят. Поэтому, ну, убежденные они были всегда. Самое главное, что большинство, правильно сказали, большинство людей понимают, что без вакцинации дальше ничего не будет. Продолжение следует...